здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж я отловила своего леопарда и сегодня запишу на мысль это очень интересное видео за подобные видео я сейчас получаю благодарность потому что мне пишет и я прекрасно могу понять своих зрителей мне пишет яна вот когда вы о таких ситуациях рассказываете становится гораздо легче потому что действительно когда ты сам попадаешь такую ситуацию кажется что только ты в нее попадаешь и что только к тебе могут вот таким образом отнестись вот только с тобой могут так поступить и сразу покажу вам свитер по которому очень многие мои зрительницы зрительницы прошлись если это видео будет длинным я вынесу этот свитер в отдельное видео потому что тоже тема будет очень и очень схожи и так я часто говорю что я очень признательна вероники степановой и как раз таки видео за которые я в особенности и признательна она рассказывает о том как однажды вероника ехала в поезде и пересекая границу возможно с евросоюзом возможно это было еще раньше с к соответственно с какой-то страной которых тогда была европейской страной из всего поезда на обыск позвали ее и еще одну женщину и вот вероника рассказывает вошли несколько стюками в общем-то подозрительной наверное внешности можно было подумать что они перевозят какой-то товар который будут потом перепродавать но тем не менее сказала вероника вот из всего поезда я могу представить подобную ситуацию она сказала что до всего поезда позвали внимание на обыск а это достаточно серьезно да именно так и происходит очень неприятно позвали на обыск именно ее и еще одну женщину и вот она рассказывает о том что ей тоже в тот момент было непонятно но почему из тех людей которые вообще бы могли не вызвать никаких подозрений вызвали именно ее она потом объяснять своем видео что очень часто мы вызываем у людей которые на нас смотрят которые с нами общаются какие-то допустим неприятные либо наоборот приятные ассоциации и соответственно когда человек еще нас не знает когда он только на нас посмотрит мы еще рот не открыли ничего не сказали человек может уже относиться к нам хорошо потому что мы похожи допустим на его либо ее любимую дочку либо любимую сестру либо любимую подругу либо он может очень плохо к нам относиться потому что вот с такой девушкой с подобной внешностью либо если смотрящий смотрит либо смотрящая смотрит на мужчину соответственно что-то произошло неприятное возможно какой-то конфликт и все говорит вероника степанова есть такие люди для которых вот такая ассоциация очень сильно соответственно люди будут к нам плохо относиться ситуация которую я расскажу И она очень схожая, я думаю, что имела место именно вот такая ассоциация, которую я вызвала у работника почты. Кто смотрит мой канал давно знает, что когда-то я пересылала посылки из любых интернет-магазинов, которые приходили на мой адрес, потому что эти магазины не переслали в Россию, либо таким образом люди просто могли, купив вещь, которая по стоимости превышала 500 евро, могли не платить таможенную пошлину, потому что все посылки я отсылала как частное лицо, и все они фигурировали как подарок. Соответственно, я делала пересылки, я занималась этим профессионально, и я человек, который знает правила почты, а я всегда отсылала почты, тоже об этом много раз рассказывала. Я знаю, как отсылаются посылки, в каких они должны быть коробках, куда пишется, в какой левый, либо в правый угол пишется адрес отправителя, либо туда, куда мы хотим отправить. То есть я, в общем-то, проштудировала неплохо сайт самой почты и много раз сталкивалась с оформлением документов. Не важно, это были пересылки по Италии, либо это были даже международные пересылки. И вот захожу я на почту, это маленькая почта, я никогда с нее не отправляла, специально на нее приехала, потому что, ну а как правило, на этих маленьких почтах не бывает посетителей. Я захожу со своей коробкой, и на самом деле это был возврат, возврат пальто из интернет-магазина. Пальто мне не подошло, я решила его вернуть, запаковала, написала адрес, все как следует, все как правильно. Только я захожу на почту, она очень-очень маленькая, она на самом деле прямо-таки 2 метра в ширину, 2 метра в длину. Сразу меня видит женщина, которая должна оформлять посылки, принимать почту, то есть работник почты, и она мне сразу говорит, у вас посылка? Да, говорю я. Вы неправильно упаковали ее, на вашей коробке имеются надписи, говорит она мне. Пожалуйста, выходите, ну на самом деле на итальянском это звучало достаточно мягко, то есть это не звучало, идите вон и заклеивайте надписи на вашей коробке. Но она мне сказала, пожалуйста, заклеивайте коробки, заклеивайте надписи, возвращайтесь, либо купите коробку вот здесь на почте и переупакуйте. Ну и в общем-то вот каким-то образом все это так очень однозначно и очень сразу, для меня очень резко прозвучало. А я могу рассказать вам о своей ситуации, я всю эту коробку никак не могла отправить, а мы все понимаем, что срок отправки 15 дней для многих магазинов, и соответственно мой срок истекал. Но самое главное, я человек, который работает, который достаточно занят. И для меня вот опять же уезжать с этой коробкой, либо искать другую, даже если бы я купила на почте коробку, она стоила недорого, нужен скотч, соответственно нужно все равно возвращаться домой за тем, чтобы перепаковать. Ну в общем-то меня это никак не устраивало, но самое главное, я, повторюсь, являюсь человеком, но вы могли бы быть на моем месте человеком, который не знает правила, но я была человеком, который еще правила знает, отправки. Я сделала паузу, потому что я опешила, и сказала, а где написаны эти правила, где написано, что я не могу в коробке с надписями, если четко, а я на белый лист приклеила, к сожалению, не сфотографировала саму коробку, я на белый лист приклеила адрес, куда нужно отправить, то есть там было все читаемо, все было явно, ярко и броско, и на желто-черной коробке был приклеен белый лист, куда непосредственно я написала адрес. И я, в общем-то, опешив спросила, а скажите, пожалуйста, где правила озвучены, либо четко оговорены, что я не могу в такой коробке отправить. К ней выходит на помощь другой работник почты, тоже женщина, она говорит, ну, это вот такие правила. В принципе, говорит она мне, видимо, чувствуя, что, в общем-то, я человек, который не развернется, не уйдет, в принципе, говорит она мне, вы можете вот так попытаться отправить, но эту посылку, скорее всего, вам вернут, и мы не виноваты. Ну и я, как человек, который, в общем-то, адекватно воспринимает информацию, сразу понимаю, что даже если мне эту посылку вернут, шансы, что она все-таки уйдет, опять же, учитывая мой опыт отправки, посылок достаточно велик, и я настаиваю на том, чтобы посылку у меня приняли. Да, женщина, которая изначально, работник почты, которая изначально мне сказала, что посылка моя не подходит, коробка не очень хорошего качества с надписями и так далее, она опять пытается меня убедить и настоять, на что я опять прошу ее показать, возможно, говорю на сайте, вы знаете, где эти правила прописаны, а я, повторюсь, я знаю, что можно отправлять, каких размеров, и как все это должно быть, потому что неоднократно сталкивалась, например, с тем, что человек хочет заказать себе кожаное изделие, допустим, кожаную сумку, и я знала, что, например, на международной пересылке кожаные, вообще, на самом деле, большой достаточно перечень, ну, вот, например, изделия из кожи, их нельзя пересылать, почему, непонятно, но, тем не менее, это так, то есть я человек, который простудинировал эти правила, ну, и, в общем-то, вот так вот я просто перед ней стою и даю понять, что я никуда не уйду, зачем я это все рассказываю, за тем, что, посмотрите, как интересно, дорогие зрители, не важно, кто из нас был прав в этой ситуации, работник почты, либо я, на самом деле, я думаю, что 50 на 50, потому что, как мне объяснили, но, повторюсь, это нигде не прописано, я потом вернулась домой, проверила, надписи на коробке сбивают почтальона, либо работников службы, которые очень быстро фасуют, возможно, делают компьютер даже, вот как-то так это все объяснялось, и я думаю, что здесь, правда, было 50% на моей стороне, поскольку нигде явно не обозначено, это 50% на ее, потому что она знает работу почты изнутри, но посмотрите, как интересно и как очень часто бывает в жизни, по большому счету побеждает тот и получает результат тот, кто больше проявил настойчивости, при этом обратите внимание также, что очень часто мы являемся, в особенности, когда есть вот такая ситуация, когда кто-то обладает определенной властью, а мы являемся, ну это на самом деле ситуация с бюрократией очень часто связана, а мы являемся на ступени чуть-чуть пониже, мы являемся всегда просящим человеком, очень часто мы можем вызвать вот такую реакцию, я не могу сказать, что это была негативная реакция в мой адрес, но она могла бы быть и негативной, я с этим тоже сталкивалась, я рассказывала, как именно на почте я отправляла документы, когда человек мне уступил очередь свою, молодой человек, я прошла, меня отказалось обслуживать работник почты, я тоже об этой ситуации рассказывала, но там был явно негатив в мою сторону, видимо, на кого-то я была очень-очень похожа, здесь такой ситуации не было, но опять же, это тоже не важно, очень важно в жизни проявить вот некоторую настойчивость, поэтому настойчивость совершенно спокойная, которая будет именно настойчивостью, а не, скажем так, какой-то истеричной попыткой доказать свою правоту, даже если мы знаем, что мы 100% правы, в итоге, в общем-то, я дала понять, что я не уйду, я спокойно спросила, где эти правила озвучены, если бы эти правила были, кстати, озвучены, я совершенно точно знаю, что я бы делала потом, возможно, вы подумаете, что я бы развернулась и пошла бы заклеивать надписи, нет, я бы попросила человека, который стоит передо мной, за окошком, за стеклом находится, я попросила бы его принять все-таки эту посылку, объяснив тем, что я работаю, что у меня маленькие дети, что у меня нет возможности приехать еще раз, сказав, конечно же, что я беру все риски, то есть я оплачиваю посылку, если она вернется, то мне придется еще раз оплатить ее отправку, и, возможно, учитывая, что это возврат, возможно, я и сроки пропущу возврата, то есть я бы объяснила ситуацию, попросила бы принять, и я думаю, что человек бы не отказался. И, по большому счету, это рассказ о том, что да, очень часто мы можем оказаться в ситуации, когда мы сделаем так, как нам кто-то другой сказал сделать. Возможно, это даже правильно, а может быть, как было в этой ситуации, 50 на 50. Но, тем не менее, очень важно для того, чтобы мы получали результат, который мы хотим получить, быстро и за меньшее количество усилий, очень важно действительно настаивать на своем, делать это корректно и не бояться, самое главное, это делать, потому что никто не позаботится о наших интересах, кроме как мы сами. Ну что ж, история эта получилась достаточно длинная, поэтому историю про вот эту кофту я вынесу в отдельное видео. С вами же на этом прощаюсь, увидимся очень скоро. Это была Яна Скорцова. Всем пока-пока.